Как вы узнали про эту ситуацию? Я из прессы узнал про эту ситуацию. То есть вам никто не принес, и ни представителя? Нет, ничего такого. Ни та сторона не оповестила меня о том, что они подали в суд. Я узнал буквально из интернета. А сегодня какое было принято решение? Хорошо, что я успел представителя найти. Но сегодня это было еще и не заседание даже. Это была первичная встреча. И даже она перенесена, потому что мы должны знакомиться, от чего, собственно говоря, хочется от нас получить. Поэтому материалы дела только только получили. Будем изучать, будем смотреть, как дальше реагировать. Я последняя, наверное, новость читала, что 172 песни вошли в список, которые... Это давнишняя история. Дело в том, что вот эта история между тем, кто автор, кто не автор, она, к сожалению, очень давно в Агате Кристе у нас была. Я всегда придерживаюсь точки зрения, что в группе самое главное – коллегиальность и сотворчество. То есть самое главное – совмещение усилий. Как только начинается «Лебедь, рак и щука» и спора о том, кто и чего больше сделал, сразу неминуемо случается конфликтная ситуация, и группа идет к деградации. Вот с нами ровно так и получилось. То есть альбомы, которые были успешны, то есть это альбомы, которые были созданы еще в Екатеринбурге, и потом альбом «Ураган в Москве». Вот это еще последние альбомы, на которых мы более-менее коллегиально друг с другом работали. Вот. Потом уже тема о том, что, значит, Греб – гениальный автор, а все вокруг него обслуживающие персоналы, она стала развиваться стремительно. Вот. И поддерживалась им, его близким окружением, значит. И поэтому вот все это, например, начало приобретать вот такой несколько психопатичный оттенок, такого пупа земли. Могу сказать, что вот он говорит о том, что он написал песни, он действительно писал много прекрасных песен. Я даже скажу, почему он их написал. Потому что все остальное делаю я. Вот. Поэтому кто-то пишет песни, кто-то занимается. Я, кстати, не уморяю своих и музыкальных заслуг в Агате Кристи. То есть я не только там менеджер или директор. Наценный исполнитель, аранжировщик и саунд-продюсер, и автор тоже. Все, чем я занимался в ущерб песенному написанию, собственно говоря, то есть дело Агаты Кристи, Агаты Кристи. Вот. Поэтому. Ну, мое отношение такое, что это продукт нашего совместного труда, совместных творческих и других усилий. И, конечно, по праву это принадлежит и мне, и ему, и, конечно, Саше Козлову, которого, к сожалению, уже нет жилых. Какие ваше труднейшие действия, как вы реагируете на эту ситуацию? Ну, мы сейчас, мы сейчас, ну, конечно, да, конечно, потому что, ну, для меня совершенно очевидно, что вот в нашем случае, понимаете, вот эта попытка выставить меня таким проходимцем, который просто на себя, знаете, говорит, что, ну, таким, знаете, вот, как бы, почти мошенником, который никакого отношения к группе Агаты Кристи не имел, ни к этим песням, ни к чему, и, а сейчас, как бы, их поет. Для того, чтобы эти песни стали хитами, нужно совершить огромную работу, нужно жить этим коллективом, нужно пытаться вытаскивать. У нас же огромное количество творческих споров было с Глебом на эту тему, потому что вот он все в проекте «Матрица», он как раз много говорит о том, что он сейчас в творческой свободе. Ну, соответственно, вы можете наслаждаться, что у него получается в проекте «Матрица» и его творческой свободе. Это то, что я пытался, так сказать, вот, от чего пытался оградить Агату Кристи. То есть я считаю, что достоинства Агаты Кристи были в том, что они освещают и темную сторону личности человека, но в этом есть какой-то юмор, в этом есть какой-то взгляд чуть-чуть саркастический, позитивный. Но, к сожалению, в творчестве Глеба у него часто это все свалилось в такое в откровенно депрессивное, в откровенно жизнененавистческие такие мотивы, которые я, естественно, всегда оспаривал, и это в Агате Кристи, чтобы это не допустить. В ряде случаев мне приходилось вообще очень большие усилия предпринимать, например, знаменитый наш альбом «Майн Кайф», который мы там копию ломали, потому что его не ставил никто на радио, потому что сначала «Майн Кайф» хотели написать, без знака вопроса, соответственно, нам предъявляли что-то отсыл к книге Гитлера, вот и с большим трудом мне удалось продать этот альбом, сделать ему промо и умудриться вообще найти средства на то, чтобы там снимать клип и так далее. Поэтому эти вещи всегда были и всегда мешали, вот, и, собственно говоря, и поэтому с полной ответственностью и вот не тени вообще скромности могу сказать, что это Кристи – это то, что мы вылепили вместе, потому что мой в этом уклад огромный. Ну, придется доказывать в суде, хорошо, пообщаемся в суде. Меня удивляет еще, знаете, другое, вот там Глеб говорит, что я его оскорбляю там в СМИ, ну, во-первых, я считаю, что это он меня оскорбил в СМИ, потому что когда он заявляет, что я его обворовал, да, или кинул на деньги, это подразумевает, что человек взял и решил, как бы, вообще не рассчитываться, решил просто, нагло, так сказать, мошенническим образом завладеть его средствами. Наша ситуация совсем другая. Да, у нас служились определенные сложности по расчетам с проекта, но эти сложности были оговоренные, все прекрасно об этом знают, вот, что касается, значит, то есть это в любом случае это не воровство, поэтому, когда такое говорят про меня, ну, как бы, это очень красиво. Есть ощущение, что все-таки, как бы, вы не посторонние друг друга, а этот скандал выливается в СМИ, тем более вы узнаете это, ну, из интернета они... Ну, я бы так никогда не поступил, я бы никогда не подавал в суд на брата, это абсолютно... Ну, вы знаете, любопытно еще что, ведь что стало поводом там, подачи в суд? Ведь я уже сказал в интервью, где Прудольфович, что он хочет через суд запретить мне петь эти песни перед рабами на Донбассе. Вот. Соответственно, ну, делать его надо исполнить. А вот уже скоро мы к Сидорову, как бы, что будете исполнять? Мы будем исполнять то, что заявлено в афише, нас организаторы концерта попросили сыграть золотой запас, мы сыграем часовую программу самых-самых хитов Агата Кристи. И пока судебное решение не вступит в силу, мы вправе, так сказать, распоряжаться этим, так как мы считаем нужным. Моя позиция следующая, что это принадлежит по праву и мне, и Глебу, и он, и я имеют полное право исполнять, чего хотят, вот что хотят. Потому что, к сожалению, вот там тоже Глеб говорит в своих интервью, вот по этому поводу, да, что Вадим, как-то там говорится, что, в общем, на мировое соглашение я не пошел, для того, что ко мне никто не обращался даже. Глеб, на самом деле, ни разу не ответил ни одном мой телефонный звонок, ни одну мою смс-ку. И я вообще удивлен такими претензиями, что, значит, якобы ко мне обращались, и якобы я не пошел на мировое соглашение. Ко мне никто не обращался ни в устном, ни в письменном виде, лично ни с кем не общался на эту тему. А вот вы, я не патировал, может, там, лично через нас, допустим, как-то обратиться к Глебу и сказать, может, на номера было бы пойти, то есть, зачем все разводить до какой-то степени, чтобы... Я считаю, что да, что наилучшей ситуацией разрешения этого конфликта было бы мировое соглашение, на самом деле, вот. Но я удивлюсь, что мне определять претензию, что что-то явно мне его не пошел. Говорит, Глеб не снимай трубки, когда я звоню и не отвечаю на смс, поэтому... Я не знаю, конечно, я считаю, что это большая глупость вообще вот это все делать, и это неправильно. Поэтому, ну, не знаю, чем там мотивируется человек. Мне кажется, что вот это желание присвоить себе Агату Кристи, обвиняя меня в том, что якобы я себе этот бренд присвоил. Группа «Матрица» выступает в течение всех этих пяти лет, начиная с этого года, хоть они у себя, во-первых, в пресс-релизах где написано, там, кто такой Глеб Самой, какое количество гениальных песен он сочинил, справедливо написано, бог бы с ним. В региональных афишах Агаты Кристи вот таким размером всегда больше была написана, чем группа «Матрица». Значит, что касается, исполняет ли песни Глеб Самойов, мы вот начали, когда мы договорились на астрологических концертах, собственно говоря, второй частью договоренности, то есть я предложил, давай сыграем, Глеб сказал, хорошо, тогда можно я начну петь Агату Кристи. Ну что я сказал, окей, раз уж ты понимаешь, тогда давай все вместе пейте Агату Кристи. И Глеб еще до астрологических концертов начал это делать, начал это петь. Он в прошлом году выступал на фестивале «Нашествие», где там, если не ошибаюсь, 9 песен Агаты Кристи было спето. Он сейчас продолжает это делать, исполняет эту песню. И хорошо, пускай исполняет. Просто не нужно говорить тогда, что это я присылаю его бренд. Каждый из нас занимается и зарабатывает так, как может. В этом нет ничего зазорного, это нормально.